Ну давай немножко тоже в денежной теме дальше продолжим. Да, тут другая немножко тема, но тоже про деньги, не про золотые, а про самые, что ни на есть, деревянные. Деревянные? Бумажные. А бумаги еще делаются. Они уже потом будут бумажные деньги. В общем, что стало известно на прошлой неделе, что венгры делают из старых и потрепанных форентов, то есть своих этих денежек, топливо, прессованные пестрые брикеты отправляют в благотворительные организации и фонды. Вот посмотрите, вот так выглядят форенты еще не потрепанные. Слушай, окажется, как будто это наши двадцаточки, да, 20 рублей которые. Да, а вот потом вот такие вот брикетики получаются. Вот. Если перевести форенты в долларовый эквивалент, ежегодно в печах сгорает 1 миллиард долларов. А благодаря такому необычному топливу организации на треть уменьшают расходы на отопление. Венгрия является, оказывается, единственной страной, которая ежегодно перерабатывает наличные деньги в топливо. По крайней мере, так нам сообщил Рейтер. Я думаю, что это было до недавнего времени, потому что у нас скоро тоже будет мелочь выводиться из оборота. Давно уже пора. Вот. И чего? Ну что, мы макулатуру в России закупаем для того, чтобы производить бумагу? Газетную. А свои деньги плодим и плодим. Но, о чем мы будем говорить? Сергей Чалый лучше знает, чем мы, все о деньгах. И вот как же он нам прокомментирует данную ситуацию? Ну, я тоже, как предыдущий докладчик у вас в студии, провел свое журналистское расследование и пришел к выводу, что, мне кажется, не все так просто в этой истории. И все так гладко. Да. Во-первых, обратите внимание, что, по сообщению Рейтер, это единственная страна в мире, которая занимается преобразованием денег в некое видо топлива. Так. Я постарался посмотреть вообще процесс и вообще историю вопроса, собственно, когда это все началось. Оказывается, что это вовсе не феномен этого года. И даже, как минимум, еще до 2009 года Венгрия занималась этим делом. Причем в 2009 году у них были выведены из обращения, заменены 200 форентовые купюры на монетки, соответственно, стал меньше этот оборот денег. 200 форентовые на монетки? Да. У них такая же, как у нас, ситуация веселая была. Нет, ну не настолько. Не настолько. Вот. И теперь, конечно же, оборот уменьшился. Сейчас это порядка 40-50 тонн, значит, старых банкнот в год получается. Это с одной стороны. Другой. Мы знаем, что, в принципе-то, в общем, во всем мире, как правило, эти купюры, их просто, в общем, утилизируют. То есть, ну, режут на мелкие полоски. И разбрасывают по ветру. Выбрасывают, да. Кое-где, например. Кое-где можно даже купить на сувенир, там, значит, эти вот самые... На нарезанные. Да-да-да, совершенно верно. Ну, кстати, в частности, в Украине можно купить. Это я вот проверял. Вот. Но что интересно. Во-первых, насчет топлива. Ну, скажем, когда... Я знаю только, в принципе, один, в общем, случай, когда экономически выгодно было, в общем, топить купюрами, да, причем не только старыми, но даже и существующими. Это вот, я даже картинку со собой принес вам в передачу, это случай гиперинфляции в Германии 21-23-го годов. Вот это реальная совершенно фотография, когда оказывалось выгоднее топить камин сигнациями, чем купить на них дрова. На эту же сумму, то есть тепловыделение было, на самом деле, вот таким вот образом больше. Да ладно, но дрова же все равно греют лучше, чем бумаги. Вот, к этому мы еще идем. Так вот, что интересно, значит, в той же самой статье, которую я посмотрел, относительно того, что же делают из вот этих старых купюр, что утверждают, что их тепловыделение не уступает бурому углю. Что само по себе достаточно странно. А во-вторых, почему именно бурому углю? Потому что, вообще-то, как вы сами понимаете, что купюры, это ведь не просто бумага. Они, в общем, там из специальной бумаги делаются, они пропитаны там различными составами. Покрашены, конечно же. Несомненно. То есть, иными словами, с точки зрения элементарной экологии, возникает масса вопросов при их, в общем, простом сжигании. И как в стране, которая, как мы видим, занималась этим и до вступления в ЕС, и после, тем не менее, ей позволяют это делать. Это достаточно странно. Якобы там существует некий процесс, каким образом они от этого, значит, вот этих разных веществ избавляются. А, то есть, они сначала очищают эти деньги. Вот. То есть, не просто Шрёдер, который разрезает... Слушай, так сколько стоит сжечь деньги? Вот. И вот тут-то как раз возникает самый главный, собственно, вопрос. Почему? Зачем? Очевидно, что экономически это, в общем, странная операция. Ещё раз подчёркиваю, действуют... На треть уменьшают расходы на отопление, говорят. А, чьи-то... Я ещё раз даже внимательно посмотрел, кто же на самом деле топит вот эти... Какие-то организации. Какие? Так вот, оказывается, неправительственные и некоммерческие организации. Это не так... Которым передают... Показывают... Общественные, что ли? Ну, примерно. Это неправительственные и некоммерческие. Ну, так они называются, неправительственные и некоммерческие. НГО и НКО. Так называемые. Вот. То бишь, опять же, смотрите, если бы это государство, само, занимаясь переработкой денег, ещё их, в общем, сами же куда-то... Ну, по своим же структурам распределила, это как минимум было бы отражено в отчётности, да, то есть во всех этих вот... Это же бюджетные организации. Здесь передал, причём бесплатно, совершенно неподотчётным никому каким-то структурам, и, в общем, вот они там якобы топят. Проверить, опять же, сложно. Так вот, у меня возникает очень интересный вопрос. Смотрите, единственная страна, которая занимается переработкой денег, якобы вот в некую тепловую энергию, но при этом внутри, где-то посредине присутствует странный такой процесс, который официально называется вот очищением от неких вот, значит, того, что там, значит, накопилось. У меня такое ощущение, что это очень такая красивая операция прикрытия того, что на самом деле происходит. Вы же знаете, что однажды в романе 2006 года Виктора Пелевина «Empire V» было чётко описано, что в действительности, значит, вот эти бумажные деньги, они, являясь вот этим материальным субстратом человеческих отношений, в процессе вот этих самых отношений, они накапливают вот эту самую человеческую энергию. Или как у этих самых вампиров, там роман про вампиров, было сказано, что это вот тот самый денежный агрегат М5 и даже М6, который... Боже, как хорошо, что я не читаю Пелевина! Настоящий. Но я уверен, что в действительности-то ведь и Пелевин тоже, в общем-то... Не сильно придумал? Нет, нет, он тоже, в свою очередь, как бы там, он периодически вот в этом романе рассказывает, что многие произведения искусства, культуры и даже популярных вещей, они просто напрямую спонсируются этими вампирами, как вот тоже операции прикрытия. Несложно допустить, что и сам роман Пелевина тоже скрывает реальный процесс. Вот, а когда он пытается говорить о том, что это всё вот некая такая духовная субстанция, в действительности ничего такого вот не уделяется. И тут вопрос. Теперь мы складываем 2 плюс 2. Почему именно Венгрия? Ну, там, где... Так вот, минутку, секундочку. Так вот именно. Мы-то все привыкли думать, что Румыния, родоначальница вампиров и всё подобное. Так вот, нет. Я тоже, значит, попытался разобраться с этим вопросом. Дело в том, что, значит, если вы читали Брэма Стокера, роман начинается с того, что главный действующее лицо Джонатан Харкер, он как раз едет через Венгрию, через Будапешт и в Трансильваны. Трансильвания в тот момент была территорией Венгрии. Значит, в IX веке пришли мадьяры из Поволжья, ну, вот эти финно-угорские племена захватили эту территорию. Трансильванию они получили где-то только к XIII веку. И вот как раз-таки народ, мадьярская народность Шекелесы, они, значит, выполняли вот такую пограничную функцию, то есть защищали от набегов вот Венгрию. И так вот-таки как раз вот этот самый Влад по кличке Протыкатель Дракула, он принадлежал этому самому народу, народности Шекелесов, то есть был венгром на самом деле, а вовсе не румыном. Как мы думали. И теперь, смотрите, у меня возникает очень интересная версия. Вот вы только что говорили о слитках, да, золота. Вот, очевидно, что их перерабатывать ни во что, в общем, не получается. То есть понятно, что... Да, переплавить на что-то. Ну, да, но в любом случае они не ветшают так, как деньги, да. Соответственно, для вот вампиров, если они существуют, золотые деньги не очень подходят для вот экстракции этой самой вот человеческой энергии. И что интересно, оказывается, что вот эти вот вампирические эпидемии, которые даже немецкие исследователи в случае вампиризма, значит, посвящены, а именно лучше всего задокументированы были как раз австрийскими, значит, исследователями этого дела, это примерно 1725-1732 год, это примерно как раз время распространения серьезное, то есть через буквально там несколько десятков лет после того, как широкое распространение как раз получили бумажные деньги. То есть, собственно говоря, это вот такое изобретение вампиров для того, чтобы наиболее безопасным способом, да, ну, не, так сказать, без всякого вот этого, этих ужасов, которые в фильмах вы видели, да, тем не менее, эту вот человеческую энергию потреблять. По-моему, мы сейчас знаем о Венграх гораздо больше, чем они сами о себе. Конечно, они же не все... Нет, я могу свои источники назвать, пожалуйста, размышления о появлении ангелов, демонов, духов, но вернувшихся и вампиров в Венгрии, богемии, Моравии, Силезии. Да, Магустин Кальве, вот, пожалуйста, это все абсолютно серьезное научное исследование того времени, которое юридически документировали. Так что я думаю, что вот эта вот странная, казалось бы, экономически не очень понятная операция вполне может скрывать в себе вот... То есть вам рассказали, вы взяли и поверили. А вот этот маленький... Потому что они там, понимаешь, энергию добывают. А вот этот маленький процесс, который, да, значит... Ведь вам почти все назвали, только сделали это так, чтобы вы не копали дальше. Смотрите, из денег в Венгрии энергию, еще и процесс очистки. Ну, осталось только, в общем, сделать очевидный вывод. Но самое главное, ведь секрет-то, как известно, значит, дьявол заключается именно в том, чтобы заставить всех поверить в том, что его не существует. Вам рассказали все, и вроде как вот для человеческого разума все убедительно. А вот одна маленькая какая-то вот деталь, вам ее не сказали, и все. И кажется, что... У блондинки произошла перезагрузка. Мне кажется, что да. Теперь мы знаем, вы знаете, вот, все о Венграх. Как-то так. Может быть, даже Венгрия вообще является просто таким, почему ей позволяют, опять же, в Евросоюзе. А, Сергей, а мы будем сжечь свои деньги? У нас были вот такие вот... Центром переработки денег в эту самую субстанцию, которая у Пелевина баблос называется, как вы помните. Мы сжечь будем деньги наши, вот эти вот, которые из оборота выходят? Куда мы их девать будем-то? Они у нас пока точно так же просто режутся и выбрасываются. Десятки, двадцатки, полу выбрасываются. Не сжигаются. Ну, вы же понимаете, что у нас... Вампиров нет. А, да, то есть мы будем поставлять вампирам гумерским. Вот это было бы разумно на самом деле, потому что... С карманом. Причем, да, видите, ведь я так понимаю, что те вот стремления возвращать вот монетки, значит, кроме просто вот бумажных денег, это вполне может быть проявлением такой вот подковерной борьбы противников, значит, вот вампиров, которые оккупировали высшие командные позиции там в финансах и во власти. Соответственно, чем меньше денег, тем меньше бумаги. О, и у Андрюхи тоже перезагрузка пошла. Прекращай, все, хватит. Ну, Сергей Чалыч, который вот нам выдал версию. Мне очень нравится. А Клевина перечитайте, если не читали, да, действительно. Там все сходится, то есть я слушал это как наяву все. Да? Да.